Всем привет! У нас в канале периодически появляются такие рекламные ролики различной мототехники Zongshan. Ну и в принципе вот это название китайского производителя Zongshan в России многим известно. То есть может быть далеко не вся продукция Zongshan и вообще всех подразделений представлена на российском рынке, особенно что касается мото. Но тем не менее, то есть на российском рынке представлены двигатели Zongshan в достаточно широком ассортименте. Ну это двигатели подобные, например, двигателям Lifan или Lansin. Но что касается именно мототехники Zongshan, то несмотря на то, что этот производитель является крупнейшим среди, входит наверное в тройку крупнейших производителей в Китае, что касается объема выпуска по-прежнему. Но в то же время на российском рынке этот производитель как-то в полном объеме там никогда не был представлен именно что касается мототехники, которую он производит. Когда-то давно действительно была продукция Zongshan, один из дистрибьюторов пытался эту продукцию вывести на российский рынок, но тогда как-то это не очень получилось. Сейчас у нас тоже есть некоторые модели Zongshan в продаже, но какого-то такого широкого ассортимента пока в продаже на российском рынке нет. У людей, которые видят видеоролики какой-то продукции Zongshan, возникает обычно такой вопрос, что есть видеоролики, где используется такое более старое название Zongshan, где Zongshan латинскими буквами пишется через буквы G, S и H. И есть новые видеоролики, которые сейчас, например, снимают китайцы, где уже используется более новый логотип, в котором количество буксок сократилось. То есть там написано дословно Zongshan, что для российского человека звучит, конечно, странно, по сравнению с тем названием, которое уже закрепилось за этим производителем, именно Zongshan. Ну, что здесь можно сказать? Можно вот приложить такое письмо официальное, которое некоторое время назад Zongshan, производитель, то есть разослал всем своим дилерам или покупателям по всему миру, где объясняется, что по сути Zongshan меняет свой логотип со старого на новый, то есть именно название, которое раньше там латинскими буквами включало в себя чуть больше букв, где Zongshan было написано через букву G, S и H. И сейчас вот будет использоваться уже повсеместно новый логотип, где всего шесть букв названий латинских. И дословно это читается как Zongshan. Для самих китайцев ничто не изменилось, по сути дела, потому что иероглифы остались те же в названии компании. Оригинальное название компании, конечно, на китайском языке, оно обозначается все теми же совершенно иероглифами. То есть они заменили именно латинское название, вот именно для какого-то экспортного рынка, проще говоря, и заменили в том числе и сам логотип. То есть его уменьшили все-таки в количестве букв, что, конечно, хорошо. Также, соответственно, вот это сочетание букв S и H, которое, может быть, во многих странах мира не очень хорошо тоже могли прочитать. То есть его убрали явно. И изменили цветовое, собственно, оформление этого логотипа. То есть теперь он такой вот стального. Если дословно прочитать там, что написал Zongshan в пояснении к этому к ребрендингу, то там дословно написано, что теперь вот этот логотип в оригинале это стального цвета. Ну, то есть более такой унифицированный и проще, более технологичный какой-то логотип сделали, для того, чтобы его можно было проще воспроизводить, в том числе и на самих продуктах, и где-то, соответственно, в рекламе. В то же время в этом же информационном письме написано, что до неопределенного срока одновременно будут использоваться оба логотипа, и старый, и новый. То есть это права на торговую марку, то есть на оба эти логотипа принадлежат одной и той же компании. Также, соответственно, меняется и название самой компании в соответствии с новым, да, латинским написанием. Ну, и там электронная почта, адреса, там все прочее тоже меняется в соответствии с... И веб-сайт в том числе тоже меняется в соответствии уже с новым написанием английскими буквами. Здесь в видеоролике мы подгрузим это информационное письмо. Частично может быть, где на английском и китайском языке написано, собственно, об этом изменение логотипа. Но, что можно сказать, то есть для людей из России, соответственно, вряд ли что-то изменится. То есть по-прежнему название, которое уже закрепилось, оно и проще произносится для нас. И, соответственно, навряд ли оно изменится. То есть по-прежнему производители этого и его продукцию в России будут называть зонкшен. А логотип, ну, к нему тоже можно, конечно, привыкнуть. Хотя считается он для российского человека, наверное, не очень приятно. По сравнению со старой версией.